всем здравствуйте уважаемые партнеры здравствуйте всех рада видеть на сегодняшнем эфире спасибо что присоединились а сегодня этим субботним вечером мы продолжаем серию эфиров по жизненному сценарию и наша тема сегодня колесо баланса колесо жизненного баланса так я сейчас открою свою презентацию тогда давайте я представлюся меня зовут ольга пан меня мига представила я мастер шаронской розы недавно стала мастером шаронской розы а также я уже более 14 лет работаю в сфере внутреннего аудита совмещаю по сей день совмещаю свою основную работу с работой в атоме и конечно первый или самый частый вопрос которые меня спрашивают как у меня это получается вмещать основную работу с атоме и наверное такой ответ у меня наверное очень такие сильные и большие цели и мечты которые подпитывают меня подогревают меня изнутри да и которые дают мне силы работать вот но я надеюсь что в этом году сбудется моя мечта и я уйду со своей основной работой смогу посвятить все свое время атоме вообще в атоме я пришла с целью получить финансовую свободу свободу действий свободу выбора и я думаю что скоро мои желания и цели осуществятся уже в этом году вот так давайте тогда я я включу презентацию свое и так сегодняшняя наша тема колесо баланса и сегодня я собрала для вас краткую ну емкую информацию чтобы не затягивать до наш сегодняшний эфир все подобрала максимально понятно все собрала как бы в очень краткую на емкую информацию сегодня вы узнаете что такое колесо баланса из каких частей и сфер она состоит также мы конечно же рассмотрим зачем необходимо вообще заполнять колесо баланса да какие этапы существуют при заполнении колеса баланса также рассмотрим с вами основные правила заполнения ну и конечно попрактикуемся немножко да посмотрим на примеры как можно заполнять колесо баланса и так в нашем жизненном сценарии на страничке 10 и 11 да есть примеры заполнения вообще друзья что такое колесо баланса колесо баланса простыми словами для меня это идеальная картина вашей жизни или колесо баланса это мощный инструмент который позволяет вам реализовать свои поставленные цели планы стремления мечты да неважно как это называется у всех также я считаю что колесо баланса это некая инструкция как максимально и эффективно можно сформулировать свои желания цели планы мечты для того чтобы они максимально быстро сбывались да или осуществлялись да вот в общем на странице 10 и 11 вы видите что вообще колесо баланса оно состоит из восьми частей восьми сфер или восьми кусочков пирога это можно тоже называть как угодно также колесо баланса может быть разных видов да разных много разновидностей есть вы можете забить например зайти в гугл да написать колесо баланса вы видите что сфер которые представлены в колесе баланса множество их очень много для вас я сегодня подобрала такое универсальное колесо баланса которая подходит именно мне в первую очередь она мне подошла я считаю что она подойдет очень многим потому что содержит в себе ну такие достаточно универсальные сферы нашей жизни да это вот вы видите сейчас на слайде пример это здоровье до отношения окружения призвания обеспеченной самосовершенствования яркой жизни и духовность вы также можете увидеть что внутри каждой сферы еще есть под пункт такие некие да и этих под пунктов может быть тоже большое количество и все зависит от вас как вы хотите что вы хотите отразить в вашем колесе баланса да то есть название этих сфер может быть абсолютно разное это сейчас я предоставила вам просто как пример да это просто примеры ваше например колесо баланса может состоять абсолютно из других сфер но может быть где-то похожих да например может быть у вас будет просто например не отношение а семья да просто или у вас например будет не окружение там а Друзья, допустим, или вместо призвания у вас будет написано просто работа или карьера или бизнес. В сфере обеспеченности у вас может быть просто деньги, допустим, вы можете написать или финансы, как вам это больше нравится. В сфере самосовершенствования может быть просто работа над собой или обучение. Ну, то есть название у каждой сферы может быть абсолютно любое, и это зависит от вас, как вы его назовете. Дальше мы, конечно, рассмотрим, да, вот вообще зачем нам необходимо заполнять и использовать колесо баланса. Ну, в первую очередь для того, чтобы визуализировать нашу идеальную картину жизни. И вы знаете, что визуализация, она очень хорошо работает, да, когда мы ярко представляем себе что-то, да, и воображаем, да, себе свою мечту или свои цели, желания, да, то они очень ярко заседают у нас в голове. И мы всегда как бы об этом думаем и хотим, чтобы это быстрее воплотилось. Прости, перебью, ты пишешь, что слайды не переключились. Так, у тебя никакой часто бывает. А сейчас какой слайд нужен? Вот, пример колеса баланса. А, нет, нет, такого нет. А, нету, да? Да, а такой был отчаст. А как мне теперь тогда переключить его? Можно попробовать закрыть демонстрацию, потом опять. Выкрыть? Да, включить. И обычно тогда работаю. Спасибо большое, что написали в чате. Да, спасибо, да. А я думала, видно и рассказываю вам. Так, сейчас, секунду. Так, открылся слайд, этапы работы. Да, вот сейчас переключается. Я просто сделала полноэкранный режим, и, может быть, из-за этого он не показывает. Да, у нас не было полноэкранного, у нас вот так было. А сейчас вот так полноэкраны видно? Нет, не видно, да? Странно, а у меня запускается как полноэкранный режим. Давайте тогда я буду... Так, демонстрация. Сейчас слайды переключаются? Да, да, все хорошо. Да, тогда так оставили, да? Не включать на полный экран. Да, вот я говорила вам про вот этот слайд. К сожалению, да, вы его не видели, но давайте вы сейчас его еще раз рассмотрите, как он выглядит. Да, это вот колесо баланса состоит из восьми сфер, получается, из восьми частей, как я уже сказала, да? Да, и название каждой сферы будет зависеть именно от вас, какое вы хотите, что вы хотите прописать в своем колесе баланса, да? Это как пример, вы можете его использовать, можете его не использовать, можете что-то добавлять свое, да, можете что-то брать отсюда, а можете просто в гугле, например, написать колесо баланса, и вам выйдет множество примеров колеса баланса, и вы можете взять что-то оттуда, да? Если вам, например, больше откликнется это, но это такое универсальное колесо, которое мне понравилось, которое мне откликнулось, и я использую именно его для написания своего колеса баланса. Итак, далее, друзья, давайте мы теперь с вами посмотрим, какие же есть этапы для составления колеса баланса, да? Есть определенные этапы, их где-то может быть тоже больше, чуть-чуть больше, да, но я вот вывела для себя такую формулу универсальную тоже. В первую очередь, да, каждому из вас необходимо взять блокнот, цитрать, да, там, ручку, да, и составить свое колесо со своими сферами, как я вам и сказала до этого, да? И, конечно же, необходимо вам озаглавить каждую сферу, да, то есть у вас должно быть название у каждой сферы, это обязательное условие, да? Когда вы составите вот 8 частей, 8 сфер, да, вы составили, озаглавили каждую сферу, затем вам необходимо оценить и проанализировать каждую вашу сферу. То есть вообще в колесе баланса, вот здесь вот, да, в нашем жизненном сценарии есть шкала, по которой, шкала оценки, она идет от 1 до 10. При оценке, при анализе каждой вашей сферы вы должны сделать оценку, поставить оценку в своей сфере. Например, да, если, например, у вас это здоровье, да, ну, вы, ваша сфера здоровья, да, у кого-то это будет оценка, например, 3 или там 4 или 5, если у вас здоровье не очень, да, если у вас есть проблемы со здоровьем, если вы неправильно питаетесь, не занимаетесь спортом, не делаете упражнения, не двигаетесь, не ходите, то есть у вас будет, ну, скорее всего, вы плохо себя чувствуете, не пьете БАДы, да, например, то тогда у вас там здоровье будет там на троечке, на четверочке, ну, у кого как, да, а у кого-то может быть здоровье наоборот, быть там 8, 9, 10, да, кто правильно питается, кто делает физические упражнения, кто пьет наши БАДы, хим-а-хим, то я думаю, что у этих людей со здоровьем все будет хорошо и будет оценка там максимальная, да, или, например, у вас есть сфера дохода, да, и ваши финансы вас не устраивают на сегодняшний день, и, конечно, тогда вы, например, там тоже ставите себе оценку, там, ту или иную по шкале от 1 до 10, каждый тоже из вас сам оценивает свою жизнь, да, какая проводит оценку текущего состояния, да, какое сейчас у вас состояние в каждой вашей сфере, и отмечаете по шкале, там, от 1 до 10, в итоге у вас должна получиться вот такая паутинка, которая представлена на страничке 10 нашего жизненного сценария, да, вот она будет разная, да, и это как бы на сегодняшний день, что представляет ваша жизнь. Колесо баланса, вы помните, мы пишем для того, чтобы прописать, визуализировать, да, свою идеальную картину жизни, да, через три года, вот у нас колесо жизни, жизненный сценарий, он идет на три года, да, мы его расписываем на три года, поэтому здесь также мы свои планы можем расписывать там в течение трех лет. Далее, после того, как мы составим колесо со своими сферами, а заглавим каждую сферу, да, сделаем оценку, отметим по шкале наше текущее состояние, да, мы должны после этого прописать план развития, то есть мы видим, какие сферы нашей жизни, они провисают, да, то есть если у вас там, например, вы оценили какую-то сферу там от 1 до 5, то это, конечно, не очень, да, хорошо, и вам есть куда расти, куда развиваться, к чему стремиться, и, соответственно, вы прописываете план развития, да, что вы хотите изменить в этой сфере. Дальше на примере мы с вами рассмотрим конкретно, да, как и что нужно написать, вот, ну и, конечно, последнее, нужно определить сроки развития, то есть определить вообще сроки, когда вы планируете, чтобы ваша цель, мечта или желание исполнилось и осуществилось, да, обязательно нужно поставить конкретный срок, это месяц и год желательно, да, вот, ну это опять-таки приблизительный, как вы думаете, да, но год и месяц обязательно нужно поставить. Итак, итак, далее, чтобы вообще для того, чтобы прописать правильно, да, существуют основные правила при заполнении. Вот, первое правило – это при формулировке целей и планов использовать настоящее время и утвердительную форму, да, то есть мы, мы, мы манифестируем, мы утверждаем и посылаем запрос, да, поэтому мы пишем, как будто это все уже у нас есть, то есть мы это пишем в настоящем времени, не как будто это было, не как будто это будет, а как будто это все у нас уже сейчас есть. То есть пишем в настоящем времени. И вообще наша психика, она так устроена, когда слышит формулировки в настоящем времени, она воспринимает так, что нам нужно настроиться как будто на определенную волну. Мы начинаем на эту волну настраиваться, перестраиваемся на волну вот этой представленной нами жизни, которую мы хотим себе. И постепенно мы начинаем совершать наш мозг, начинает совершать действия, которые приводят к изменениям. Вот поэтому мы обязательно все пишем в настоящем времени, в утвердительной форме. Далее мы тоже в примере с вами все посмотрим, рассмотрим на примере. Второе правило это обязательное присутствие вашей фигуры в вашей формулировке, потому что в каждой формулировке вашего желания, мечты должны присутствовать именно вы. Есть люди, которые прописывают свои планы и желания просто тезисно. Красивая квартира, красивая машина, три раза путешествие в год, но в формулировках нету именно вас. Там нету вас. Поэтому всегда при формировании ваших желаний и целей мы всегда используем я фразы у меня для меня. Всегда вы должны присутствовать при ваших желаниях. Если вас там нет, то скорее всего ваше желание исполнится, но не у вас. У кого-то у другого исполнится, у вас скорее всего не исполнится, потому что вы там не фигурируете, вас там нету. И, конечно же, третье правило это использование позитивной коннотации слов и фраз. Здесь все понятно, что мы всегда пишем любые наши желания. Мы всегда используем только позитивные слова, хорошие, красивые, яркие, вкусные слова. Не используем фразы, которые включают в себя частичку не или не, никогда, нельзя, не могу, не получается. Естественно, такие слова мы не используем при формулировке наших желаний. И мы не используем слова, которые содержат в себе негативный оттенок. Например, слова такие, как скромность, сдержанность, ограниченность. Ну, то есть вроде это слова не супер плохие, но они содержат в себе такой негативный подтекст, что такие слова лучше, конечно, не использовать вообще. Вот, в принципе, это как бы такие основные правила, которых нужно придерживаться. Так, друзья, теперь давайте мы с вами посмотрим на примере. На каком-нибудь примере. Давайте теперь перейдем к практике. И главный вопрос, что писать и как писать, наверное, у многих возникает, когда вы открыли жизненный сценарий на страничке 10-11, то как же, что нужно писать. Так, вот, я на своем примере коротко, немножко написала, допустим, сначала, что мы делаем. Давайте возвращаемся к этапам. Представим, что вы составили колесо баланса со всеми сферами. Теперь давайте мы выберем, вы выберете какую-нибудь одну сферу из вашего колеса баланса. Вот, допустим, я переключила слайд. Давайте сейчас прямо на практике вы возьмете и выберете какую-нибудь сферу из колеса баланса. У меня это сфера яркость жизни или путешествие, отдых, допустим. У меня эта сфера провисает очень сильно на данный момент жизни, поэтому я хочу ее очень сильно улучшить. Вот, так, вот, я в первую очередь пишу заголовок, да, яркость моей жизни через три года. Еще, знаете, друзья, такой лайфхак от меня, перед тем, как вообще начать писать сферы колеса баланса, я рекомендую вам это сделать сначала в блокноте или в тетрадке. Не начинать писать это сразу в жизненном сценарии, да, потому что вы что-то можете менять, что-то корректировать, да, сначала вы так напишите, потом подумаете, ой, нет, я это не хочу, хочу что-то другое. Вот, и поэтому лучше все это сначала написать в тетради, определить все сферы, да, расписать там подпункты, да, потом расписать все планы развития, планы действий вашей мечты, да, желания, а уже потом это все можно перенести в жизненный сценарий. Лучше сделать так. Вот, так, итак, например, да, заголовок, яркость моей жизни через три года, ну, или там в течение трех лет, да, и я пишу путешествие, это подпункт, да, то есть подпунктов, кстати, друзья, у вас тоже будет, может быть множество, то есть это может быть 2, 3, 5, 10, если у вас наберется 15 подпунктов, вы можете написать и 15 подпунктов, да, допустим, если вы хотите, поэтому вот у меня, например, я пишу путешествие подпункт, да, это яркость моей жизни, либо это вы можете написать отдых, заголовок, как вам нравится, это вот просто я как бы так написала, вы можете просто написать отдых, допустим, да, или там, что вы сейчас берете, здоровье, да, или финансы, да, или какую сферу вы хотите, да, и я пишу, да, я путешествую по городам Италии в сентябре месяце со своей семьей, на мне одет белый длинный сарафан, я на мотороллере Веспа объезжаю окрестности Рима, я посещаю музеи, я кушаю в лучших ресторанах Рима, я покупаю себе одежду в итальянских брендовых магазинах, но это я, если честно, написала очень кратко, вообще на самом деле я буду расписывать прям вообще все вот прям в красках, в деталях, чтобы настолько вкусно, настолько красиво, чтобы мне вот прям вот скорее захотелось поехать в Рим в путешествие, вот, и я вас тоже призываю все свои желания писать прям вот, насколько вот возможно красиво написать это, вот насколько вы себе представляете, можете даже там написать, да, в чем вы одеты, да, где вы путешествуете, на чем вы там едете, какие места вы посещаете, да, там, какие рестораны, чем, что кушаете даже можете, да, написать, то есть вы можете это все описать очень красиво в красках, и у меня стоит дата вот здесь, сентябрь 2023 года, да, то есть я вот планирую такое, сделать такую поездку по городам Италии, вообще по всей Италии, это тоже такая моя мечта, вот, потому что Италия одна из моих любимых стран, мне там очень нравится, и я вот хочу, я даже хочу себе иметь дом в Италии, такой дом с видом на горы, и прям вот сидеть там на балкончике, пить кофе, да, смотреть на горы, кататься на лыжах, в общем, вот, потом, например, я еще пишу, вот у меня есть вот путешествие там по городам Италии, например, да, потом у меня есть такое желание, я отмечаю Новый год в Дисней Уорлде во Флориде со своей семьей, у меня тоже такое есть желание поехать в Дисней Уорлд и там отметить Новый год, я там была уже давно, когда мне было 19 лет, 20, да, и, в общем, мне прям Дисней Уорлд оставил такой неизгладимый отпечаток в моей памяти, что я вот прям очень сильно хочу туда опять попасть, но уже попасть со своим ребенком, со своей семьей, и именно в Новый год, и я себе ставлю тоже дату декабрь 2023 года, да, вот, и далее там у меня еще есть одна мечта, я отдыхаю со своими родителями в Таиланде, и дата это тоже май 2023 года, да, далее я, например, вторую сферу беру, сфера здоровья, да, это у меня была яркость моей жизни, теперь сфера здоровья, вот, и подпункт, который меня волнует в моем здоровье, это спорт, потому что я сейчас не занимаюсь никаким спортом вообще, и, как бы, мне это не очень нравится, и, соответственно, это влияет на мое здоровье, вот, я пишу, да, мое желание, мой план, да, я бегаю каждое утро в парке президента, после я пью ароматный кофе или смузи, не спеша читаю интересную книгу, вот, это тоже вкратце я так написала, дата, пишу, август 2022 года, да, то есть я обязательно ставлю дату, когда я начну это делать, когда я начну бегать каждый день, вот, или еще такой пример, я три раза в неделю занимаюсь большим теннисом, да, и дата октябрь 2022 год, то есть я планирую начать заниматься большим теннисом в октябре 2022 года, вот, то есть таким образом мы, это мы прописываем, да, то, что мы хотим, вообще в нашем жизненном сценарии, друзья, вы видели образец наверняка, да, здесь написано, что сначала описана текущая ситуация, то есть нам наш жизненный сценарий говорит, вы сначала сделаете оценку своей сферы, да, например, вот здесь есть у нас дом, да, и оценка там, оценка там три, да, по-моему, да, и написано там, сейчас я живу в таунхаусе, да, прописывается сначала текущее состояние, а потом прописывается уже желаемое, да, состояние, которое мы хотим. В принципе, да, можно оценить сначала свою сферу, да, описать ее, текущее ваше состояние в этой сфере, да, то есть я сейчас, я вот, например, там напишу, что я не путешествую, да, там, не уже там несколько лет и так далее, то есть я прописываю реальную свою картину жизни в секторе путешествия, да, или, например, я не занимаюсь спортом, от слова совсем, да, в секторе здоровья, и потом я прописываю, как я хочу изменить, да, это к лучшему, вот, то есть можно также так сделать. Так, Ерим подняла руку, наверное, случайно, я думаю, да. Вот, друзья, так, вот приблизительно так вы тоже заполняете свой жизненный колесо баланса, да. Да, я думаю, что, я думаю, что вот эта часть понятная, да, всем понятно. Если есть какие-то вопросы, так, так, спасибо, я, если честно, я чат не читала, поэтому... А, ну все, здесь, в принципе, пока что вопросов не было. Написали вы сами, как итальянка. Спасибо большое. Да, вообще, я в душе еще американка, вот, поэтому... Так, вопросов не вижу пока что я, да. Друзья, давайте, может быть, есть у вас какие-то вопросы, вот, может быть, что-то в жизненный сценарий может не поместиться. Да, может не поместиться на самом деле, потому что там прям вот совсем мало места у нас, на самом деле, для нашего бурного воображения. Вот, поэтому можно, в принципе, в жизненном сценарии написать тезисно, что, да, не расписывать, а расписывать, например, в тетради, расписать в тетради. А в жизненном сценарии написать тезисно и уже потом... Да, 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 это точно. Да, я как начну писать, два листика. Да, тут и на 10 листов можно написать, в принципе. Все у вас желания, цели сбудутся и свершатся, мы уверены. Спасибо. Можно вклеить страницу с колесом баланса. Да, можно, в принципе, и вклеить, я думаю, да, друзья. Как вы дальше работаете с колесом? Конкретный план по работе по пунктам какому сроку? Конкретный план по работе по пунктам какому сроку? Ну, смотрите, в принципе, вот как я и сказала, да, мы сначала определяем те сферы, где у нас, где вы поставили наименьшую оценку, да, а потом по текущему состоянию, да, потом вы уже прописываете ваши желания, ваши планы, которые вы хотите по, которые вы хотите улучшить. В принципе, конкретный план, я думаю, что у вас будет по мере появляться, да, то есть вы будете видеть вот этот ориентир, куда вы стремитесь, куда вы хотите прийти в итоге, да, конечная точка, там, например. И тогда у вас уже появится какой-то определенный план действий, как к этим улучшениям прийти. Какие у меня улучшения уже произошли? Ну, во-первых, у меня произошли финансовые улучшения, да, потому что в первую очередь я, вот, цель прихода в Атоме была улучшить свое финансовое, не то что даже положение, да, а получить финансовую свободу, да, не зависеть от работы, да, то есть вот я сейчас завишу от работы, от зарплаты, если я вдруг заболела или вдруг мне там нужно, да, уехать куда-то, да, или еще что-то, да, то есть пока я работаю, у меня есть зарплата. Как я перестаю работать, у меня этой зарплаты нет. И, конечно, меня это не устраивало. Во-вторых, все-таки моя зарплата не покрывала уже вот мои все желания и хотелки, которые есть в моей жизни, да. Я не могу там позволить себе путешествовать, я не могу там обеспечивать полностью там своих родителей, я не могу там сыну предоставить лучшую школу, которую я хочу, да, потому что она там очень дорогая. И я понимала, что моя зарплата это не покрывает. При этом у меня очень хорошая зарплата, да, то есть она намного выше среднего, и даже этого мне не хватает. Вот. Сейчас у меня уже развивается большая команда в Атаме, и я уже понимаю, что я уже в Атаме вышла на пассивный доход. Он пока небольшой, но он уже пассивный. Вот. Я знаю, что этот доход, он будет расти с каждым днем, с каждым месяцем, и в итоге я обрету финансовую, да, свободу полностью. Максимальный срок на три. Так, года расписываем свое колесо жизни, или лучше себя мотивировать на срок все-таки по минимуму, чтобы не филонить. Ну, смотрите, друзья, вообще вот, насколько я поняла, наш жизненный сценарий, да, он рассчитан на три года. Правильно, Мика? Но, в принципе, вы можете, например, вы можете поставить себе срок меньше, да, допустим, если вы хотите там поставить желание чуть-чуть меньше, да, и поставить себе, например, срок. Например, там, если мы возьмем здоровье, допустим, вы можете там так сказать себе, там, нужно, чтобы улучшить здоровье, я хочу ложиться вовремя, там, 10 до 11, да, часов. Я там буду пить воду, да, там, я буду делать упражнения каждый день, я буду делать не менее 10 тысяч шагов. Это тоже, как бы, такой, как бы, план к действию, чтобы ваше здоровье улучшалось, да, в краткие сроки. Вот, например, если вы хотите более такие улучшения, изменения, да, большие изменения, то тогда, в принципе, можете ставить большие цели и планы, ну, и, соответственно, срок тоже будет, соответственно, больше. Я думаю, что три года это такой оптимальный срок, за это время, за это время жизнь может кардинально поменяться у человека, вот, если он себе поставит определенные цели и планы. Вот, друзья, еще, знаете, такой момент, я хотела с вами тоже поделиться этим моментом. Так, сейчас. Вот на слайде вы сейчас видите фото моего сценария жизни, который я заполняла еще 8 августа 2020 года. Это вот старый образец, да, и я его заполнила в августе 2020 года, потом я его закрыла благополучно и положила там в коробку. Потом у меня было там два переезда, и, конечно, я этот жизненный сценарий свой больше не открывала. Вот, и тут вот после Нового года мне мама достала эту коробку и говорит, вот, разбери свои бумаги, посмотри, что тебе не нужно, выкину. Я открыла свой жизненный сценарий, который заполнила тогда в 2020 году, открываю, да, и вы не поверите, но вот здесь вы видите, у меня написано 11.21, то есть ноябрь 2021 года, и у меня стоит МШР, это мастер Шаронской розы. Я себе в августе 2020 года расписала, поставила себе даты, видите, поставила себе мастерство, и вот каким-то волшебным образом в ноябре 2021 года я стала мастером Шаронской розы. И я хотела вот сказать, что обязательно нужно заполнять жизненный сценарий, обязательно нужно ставить цели, планы, особенно по мастерству, по доходу, и прописывать именно месяц и дату, и год, месяц и год. Вот, как это работает, каким-то образом это все работает, хотя я не заглядывала в свой жизненный сценарий после того случая, но я вот, видимо, себе где-то в голове, да, это поставила вот эту установку, и я вот, я так была приятно удивлена, друзья, что вот как это произошло таким вот замечательным образом прям вообще, я думаю, это вот я прям картинку сохраню, конечно, навсегда, и буду вот всем показывать, что на самом деле, насколько работают наши, наши цели, наше желание, вот особенно, когда мы их прописываем, поэтому не пренебрегайте, да, заполнением жизненного сценария, обязательно заполняйте, обязательно проставляйте даты, визуализируйте, да, свои мечты, планы, цели, и они сто процентов воплотятся в жизнь, я думаю, что в скором, в очень скором будущем, вот. Друзья, у меня на сегодня всё, давайте, если у вас есть какие-то вопросы, вы напишите. Да, Оля, история, конечно, обалденная. Да, 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 реакция была, просто взрыв произошёл в чате. Да, история очень классная. Я сама была, Мика, в шоке, если честно, я тоже не могла в это поверить, что я так написала, а вы знаете, когда я это писала, я в это не верила вообще, я думаю, ай, ну, сейчас так напишу, просто напишу и написала, и вот так случилось в реальности, вот. Да, да, вам спасибо большое, что вы сегодня, да, послушали. Да, 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 нет, а вообще всем понятно, да, как заполнять вообще колесо, колесо баланса, как определить для себя сферы, что нужно, как провести оценку. Всем понятно, да? Да, в Атоме случаются чудеса, это правда. Да, спасибо за информацию, вам спасибо. Оля, можно второй слайд? Да. То есть это вот те две страницы сценария, о котором мы сегодня говорили, о котором вам рассказывал Оля, как заполнять. Десять – это пример, который нам предоставляет компания, а одиннадцать – это ваше домашнее задание. То есть распишите свое колесо, и затем у вас получится, да, определенная такая вот паутинка, рисунок. Обычно в начале пути Атоми у всех такое маленькое колечко. Да, маленькая паутинка, да, очень маленькая, да, обычно всегда так. Да, конечно, домашнее задание, да, в первую очередь необходимо заполнить колесо баланса, определить сферы вашего колеса жизни, да. И, конечно, уже расписать ваши желания, конкретные желания, ваши планы, куда вы хотите прийти. Ну, в пределах там трех лет, да, Мика? Ты вот, Мика, как заполняешь? Ну, вообще, можно по-разному, да, вставить себе, просто поставить свои мечты, вот свои ориентиры, чтобы идти, это мотивировало вас, да, несмотря на трудности, несмотря на то, что не так все быстро развивается, как вы хотели, возможно, но все равно вы знаете, вот-вот-вот, и кроме как в Атоме, мне будет сложно достигнуть, да, этого так быстро. Поэтому мы работаем, мы знаем всегда, куда мы идем, тогда нам просто быстрее приходят свои цели. А тут по-разному, вот есть план на мастерство, он на три года рассчитан. Ну, как бы, да, план на мастерство на три года, да. Остальные, они рассчитаны, вот, например, вот этот ежемесячный контрольный список, он на год рассчитан, то есть вы каждый день заполняете вот эти таблички и в течение года заполняете. Да, план на месяц, да, ты имеешь в виду, который? Да, да, то есть каждый месяц, который. Вот их 12 штук, они, получается, идут на год. Да. Поэтому, ну, можете поставить себе, да, возможно, вот, как сказала Ольга, три года поставить себе на то, чтобы осуществить свое колесо жизни, возможно, это хорошая дата. Возможно, кому-то легче будет вот так ориентироваться, когда есть какой-то дедлайн. Именно три года, там, пять лет, год. У всех будет по-разному, ну, судите по себе. Так, Юля подняла руку, но, наверное, тоже случайно. А, это давно было, да? Наверное, случайно, да. Я на всякий случай отправила запрос на включение микрофона. Да, здесь очень много благодарностей. Да, я вижу Юлю. Да. Нет, на самом деле, не случайно, у меня есть вопрос. Всем добрый вечер, да. Ну, во-первых, хотела сказать, Оль, спасибо большое. Было очень интересно, очень полезно. Классная информация. Ну, сейчас все как раз находимся на этапе заполнения жизненного сценария. То, что нужно. Спасибо, что направила. Небольшой уточняющий вопрос, да. Это колесо жизни, которое мы будем заполнять именно на 11-й страничке. Я так поняла, мы заполняем его на три года. Но у нас есть аналогичное колесо жизни на каждый месяц. Да. Можно немножко пояснить, да, здесь. То есть мы пишем, здесь мы на 11-й страничке пишем такие большие наши цели, да. А дальше ежемесячно как-то мы отслеживаем, как мы идем к их выполнению или как. Ну, вообще, я так поняла, что да, что вот на 11-й странице мы именно расписываем такие глобальные большие свои цели. А вот уже цели на месяц, колесо жизни на месяц, здесь, да, мы уже, например, если вы хотите, там, у вас цель стать мастером продаж, да, или, например, закрыть первый бинар или там стать бриллиантовым мастером, да, то тогда вы уже пишете конкретные цели. Вот как здесь тоже есть пример, образец целей на месяц, да. И вот здесь написано там, так, цели зарабатывать 3000 долларов в месяц, обеспечить объем продаж в 5 миллионов в месяц, привлекать 30 новых партнеров в месяц, привлечь два партнера по одному с каждой стороны, да. И уже детальный план прописан. Я думаю, да, что здесь такие более... Более краткосрочные цели, да. Краткосрочные цели, да, а здесь более, да, долгосрочные. Но я думаю, что, возможно, Владимир, да, или Мика, я не знаю, раскроют, да, дальше вот эту тему заполнения в месяц. Завтра закончится. А, всё, хорошо. Хорошо, спасибо за вопрос. Да, спасибо, Юля, спасибо за обратную связь. Да, спасибо большое. Да-да-да, всё вот.